А звук вы наложите? Типа я еду Погнали! Друзья, всем привет! С вами Елена Баски И мы приехали на этом удивительном катере Вы думали куда? На отдых? Но нет! Мы приехали на королевскую тату-битву Которая проходит в ближайшем Подмосковье На реке Истра И мы узнаем, что же за битва происходит Здесь между татуировщиками Что они делают в 8 утра на пирсе Спойлер йогу Ну и посетим мастер-классы Посмотрим, что мастера сделают В общем, не переключайтесь И укачала меня Баски оттуда Друзья, хотела вам показать схему мероприятия Где мы находимся То есть это не как обычно Какое-то помещение Где находятся все тату-мастера Тут все раскидано по нескольким локациям Арт-поляна Это там, где проходит мастер-класс с отбеливателем Лекторий Это закрытое помещение Где мастера рассказывают О технических аспектах О рисовальных всяких штуках Лекторий номер 2 В котором буду выступать сегодня я С темой Мои люди всегда со мной В честь Оленьки Бузовой, конечно Также у нас имеется бассейн Лесной корпус Тихий корпус Конечно, лучше всего жить здесь Потому что тихо Но мы живем в главном И сейчас мы тоже находимся в главном И пойдем покажем вам Непосредственно тату-битву Идем Лена, каково находиться в одном помещении Где раньше был потехин Я боюсь, что мы сейчас здесь Идем Искать потехин Ну что, мы подловили того самого человека Кто имеет непосредственное отношение К организации данного мероприятия Расскажите, почему битва сибирская А мы находимся в Подмосковье Она не сибирская Она королевская А почему сайбериан? Ну, мы же делали много лет сибирский фестиваль И вот в пандемию Родился вот такой новый формат Мы сами из Сибири А вот этот формат мы бы хотели делать В разных очень городах Потому что в разных То есть в следующий раз нам куда ехать? Я еще не решил Суздаль, давайте Там огурцы вкусные Может быть Может Казань О, Казань Вы сами довольны результатом вообще? Как все собрались, не собрались Вот это вот собирать мастеров Вылавливать из бассейна Ну, сложновато было, конечно Объяснить всем этот формат Но вроде поняли Всем нравится Мне тоже нравится такой формат Мы общаемся Лучше работаем Тоже нужно Ну хорошо, ну а как вы вообще решились? То есть вы делали там в Сибири И потом такие Да, будем делать вот что-то новое Почему именно вот королевская тату-митва? Ну, отсылка к коронам Да, у нас мастера Летитики надевают короны Или вы в коронах опять? Да, да Опять же Хотят короны, получат короны? Ну да Но пандемийный формат Мы не хотели, чтобы нас отменили Но салат же мы хотели И время удачное было Что все топовые мастера были дома И мы тогда очень быстро все это собрали От идеи до реализации Было всего два с половиной месяца А сейчас как будто как бы новое время Все мастера у нас уехали Новые развиваются Кровь меняется И мы решили повторить Удачи Ну хорошо Ладно, мы пойдем смотреть, что происходит Так, ну что, мы как всегда подловили Дениса Ни один выпуск, мне кажется, уже с конвенции не проходят Я уже этот, как это называется Такой, знаешь, на футболе Вот есть люди, которые в футбол играют И есть тип, который в лесу одет И как он, талисман, типа Во, я уже талисман твоего шоу, собственно говоря Это правда, мы столько времени пытаемся записать с Денисом интервью И все что-то как-то вот не срастается, короче Хорошо, расскажи, что еще происходит Мы решили, что сами участники расскажут Что происходит вообще Что за битва Слушай, ну, во-первых, формат этого фестивального мероприятия Это тату-битва, да То есть здесь баттлятся татуировщики В своих самых там крутых и любимых стихиях То есть в своих стилистиках Лично мы, я и Алина То есть мы участвуем в баттле Нео Трада То есть это заготовленная идея Заготовленное место, чтобы все по-честному было И заготовленное время, когда мы начинаем И когда мы машинки откладываем Ну вот, собственно говоря, у нас Эта тематика, это портрет с цветами Классика Нео Трада, да Единственное, что я в ЧБ делаю Алина в цвете сделать И Андрюха Стрехнин нам бросил вызов В формате этого шоу Так можно делать Вот, если мы соглашаемся Он вписывается третьим То есть, другими словами Мы баттлимся между собой И тот, кто из этого баттла выходит победителем Его уже оспаривает человек, который бросил вызов То есть еще вот Чтобы до конца победить Нужно еще сравнить работы вот с бросившим вызов То есть, и дальше уже посмотреть, кто король на утра То есть, тот, кто бросил вызов Он уже априори как бы считает, что Да, он априори считает, что он крутой И он уже с победившим Ну, то есть, в рамках баттла человеком Ну, баттлится по... Ну, как-то по голосам Судит, не судит Кнопки, не кнопки Короче, кто остался трезвый Тот и жмет на кнопки Вот так вот Расскажи вообще о проекте Что вы... Как вообще формировали? Что, как? Слушай, был на самом деле не очень сложным Потому что, что я, что Алина, мы по факту Я в кавычках портретист, да? То есть, я часто делаю женские портреты на утрате И Алина делает их еще чаще Поэтому общая идея, она как бы сразу, ну, возникла В одинаковых головах Это будет сто процентов портрет И так как мы используем часто цветы По своих татуировках Портрет с цветами будет, да? С цветком А женские, потому что женские чаще всего делаем Но было условие Я и Алина, ну, буду про себя рассказывать Я достаточно медленно работаю Я не очень спортивный игрок в плане работы на фестивалях То есть, ты, наверное, обратил внимание Что я либо коллабу делаю Либо колю, не выставляя татуировку Просто вот в наслаждение Я не могу делать быстро То есть, это, наверное, меня рассосало В Петербурге у себя в студии Как бы я сижу, я вытрачиваю Что-то в линии Я подхожу с ременью Да, и видел, сколько людей еще подходят на фестах Обычно на вот этих вот, на стандартных Вот, и суть в том, что Обусловили, что работы будут не очень большие Ну, типа, ни бедро, ни икра А вот предплечье То есть, до, там, 22-25 сантиметров Ну, вот, но ворвался стряхни Со своим вот этим вот проектом, короче Ну, вот Наш факап, мы ему забыли скинуть Общий рекламент Он знал, что это девушка с цветком Но он сделал по-своему Молодец, он воспользовался В общем, мы делали эскиз относительно друг друга Потому что все-таки мы вместе работаем Мы понимали примерную скорость И нужно было учитывать, там, перекуры На покушать какие-то моментики Ну, вот Поэтому несложный дизайн в целом Но вот форму и Вот эту вот эстетику Каждый по-своему выбирает, да? То есть, Алина пошла больше вот в упор лица Я больше в упор окружения, как бы Ну, вот А остальное будут судить уже, соответственно Все остальные татуировщики Как это было вот вчера То есть, зрители Вот Я вот здесь, я думаю, что единственное В чем я отличаюсь от тех стены Я в ЧБ делаю Это обычно не очень Правильно сказать Не самое популярное направление Когда на утрат именно в ЧБ делаю Ну, зато это сильно цепляет, мне кажется Да, что выделяюсь А ты с цветом никогда не работал? Работал Просто мне как-то Все-таки черно-белый Ну, я графику раньше делал очень много И поэтому я как-то в чернуху ушел И оттуда так и не вышел То есть, любые стилистики на меня применяю Я, скорее всего, в ЧБ сделаю Как бы Так, ну что, мы подловили Алину Мы уже разузнали условия батлы У твоего суженого-ряженого Расскажи, что вы делаете Бабу в цветах Вот Вот, сразу Чувствуется разница флоу Хорошо, какая вообще задумка? Человек участвовал? Вы вообще участвовали или доверились? Я, конечно, участвую Так, и как? Просто доверились? Да, полностью довелся мастер Так И я давно уже подписан на Алину И следил за ней И просто удалась такая возможность Участвовать и поучаствовать на фестивале И заодно эту трогку сделать Счастливчик получается? Да, да Ну хорошо Так, ну расскажи, а как вы делали проект? С Денисом все понятно? Я нарисовала полгода назад А, как удачно все сослалось И это, короче, была моя попытка нарисовать что-то, в чем есть портрет и что не рукав А Потому что так получается, что все, что я не нарисую, у меня всегда рукав Ну неплохо Может, надо учиться под руком работать Ну и все, это классика на утраде Бабы и цветы Что еще, может быть, и лучше Кота только там не хватает Вот, кстати, если кот Ну котов переделали все вчера, мне кажется Блин, да, кстати Вчера был день готовый А какие цвета предполагаются, кстати? Я что-то не спросила А что-то у нас палитра на красном, желтом, зеленом Но на лысих оттенках сложных Хорошо Ну смотри, вы вот на таком близеньком Вы работаете вместе Все вместе У тебя есть понимание, кто возьмет? Стряхнин, небось? На утратраш На утратраш Вот, кстати, ребята Мне кажется, мы просто сегодня поднимали тему Что, на самом деле, среди татуировщиков Как такового батл-то быть не может Потому что все равно все в своем стиле Мне кажется, на утратраш Несмотря на то, что вы все работаете в неутраде Ну, как бы у каждого своя вообще узнаваемая рука И это очень круто Такое, да, конечно На утрат он, конечно, один Но почерк-то у всех разный Хорошо Как подбили мальчика вот этого справа На участие? Или он сам? Стряхнина? Да Мне кажется, его Галь Семакина заставила А, вот Да, да Она просто ему пригрозила Сказала, либо я тебе ломаю ноги Клип ты едешь А он вежливый, он джентльмен, думает А он такой, да, джентльмен Он даже видео записал, потому что его заставили Хорошо, ладно, пойдемте у него спросим, как дела Так, тебя заставили? Ну да, под дом Галя подошла и говорит Кали Кали Хорошо звучит Расскажи, как эскиз свой делал Ну я, по сути, делал свой самый традиционный неутрадик Добавил в него немножко орнулошной орнаменталики Решил добавить орнаментальный цветок Потому что у моих соперников такого нет Короче, я немножко разбавил неутрад другими стеринах Ага, то есть есть такая фишка Ты замечал, что если ты участвуешь в тату-конвенции Что-то вот надо выебнуться так, чтобы это запомнилось Да, естественно Надо прыгнуть выше головы, чем обычно И прыгнуть, но надо прыгать осторожно, потому что если... Да, потому что если ты участвуешь на утраде И, наверное, реализм какой-то вкорячил Я вчера у Колбасин два часа не просто так сидел Какое-что подчеркнул И как, что подчеркнул? А вот в конце увидел А, пятнами будем работать Все, хорошо, круто Так, вы нашли прекрасную Таню? Нашли? Нашли на столе у Андрея И посмотрите, насколько потрясающе просто подходит эта работа Вот Татьяне Как так вышло? Ну, я следила давно за работами Андрея И просто увидела, что он выложил этот эскиз Да, и сразу подумала, что мне он очень идет И написала, и как-то так вот совпалось еще, что у меня свободные предплечья Потому что обычно на фестивальные работы требуется бедро, голень А у меня как раз руки прямо вот свежи Берегли Замечательно И? Ну, блин, классно, что по цветовой гамме мне так подходит Ну, придется не перекрашиваться теперь Ну, я вообще не перекрашиваюсь, у меня фамилия Рыжик на самом деле А, ну, вообще, это все классно сошлось Просто бомба Вообще Да Баскет, а тут Переходим в следующий уголок, где состязаются мастера в стиле графика Куда же мы без Ильи в нашем выпуске? Расскажите, что вы делаете? Я делаю фэнтезийную птичку, которая похожа на части и на сову, и на попугаев какого-то И на ласточку, возможно, ну, короче, такой собирательный образ Хорошо, у вас какое, у вас, у графиков какое задание? Сделать в своей стилистике со своими какими-то приемчиками, скажем так Какими-то фишечками сделать птицу у нас А, ну, птица За ней и самониты общее задание, поэтому и место также общее, поэтому, ну Хорошо, как думаешь, кто выиграет? Я Запомнили Так, переходим к маните Так, мы к тебе Здравствуйте Здравствуйте, вы что делаете? Ну, мы поняли, что уже птицу Да, мы делаем птицу, у нас полностью поль хэнтезий А, то есть вообще, вы без эскизи, ну, как? Да, для обычных людей, мы поясняем? Да Хорошо, как вы, такая хрупкая, храбрая девочка решились бросить вызов этим двум мастодонтам Которые между собой-то не могут графику поделить Да, как-то я решила, что я здесь буду три дня смотреть, как все колят татуировки и не колоть Я решила, что сойду с ума И такая, ну, почему бы и нет Для меня только вчера дошло, куда я вообще полезла И что вообще надо делать Да Хорошо, у вас была договоренность по размеру? Нет Ну, у нас просто было место, голень и тема птица, все Это все, что я, как бы, знала Окей, как думаешь, что выиграет? Блин, я сейчас не знаю, у меня очень сильные оппоненты оба, и у них эскизы крутые обои Вот Ну, тебе лакушка Ну, наверное, ну, как бы, надо сначала узнать, кто из них победит А, все Поэтому... Ну, ладно, мы будем смотреть, следить Так, пошли к Дане Многие мастера работают в наушниках, поэтому мы не будем их сильно задолбливать Просто подсмотрим, что они делают Даню мы уже знаем как родного Можем подсмотреть, что он делает сейчас чуть-чуть поменьше, ему сделаем, потом вернем Привет Привет Оп Чуть-чуть показать И теперь смотрим, как это в жизни смотрится Пока это в жизни красится только Ты в какой номинации участвуешь? В графике В графике, вот именно да Да, графика Кто-то больше из вас выиграет? Слушай, ну, именно в нашей паре или в тройке? В тройке В тройке Я очень хочу победить Я делаю для этого все возможное Болею я за Аню Аманиту Вот, если из двоих выбирать оставшихся Вот, но делаю все возможное, чтобы в финале оказался я Мы отходим от Дании, переходим в зону реализма Музыка 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 Как ваше состязание проходит? Нормально все. Как после вчерашнего? Все хорошо. Вроде бодрячком крошиваться. Кто думаешь выиграет? Я, конечно. Молодец. Вот это амбициозненько. Колбаса. Он не умеет делать татуировки, поэтому я... Продолжайте. Он с вами не разговаривает, поэтому... Мы вообще как порешили? Если я выиграю, Вовка забирает доску. Если Вовка выиграет, я забираю доску, а колбасы ни хуй не даем. А, поэтому он ни с кем не разговаривает? Или он только меня игнорирует? Да-да-да. Просто мы все игнорируем сегодня. А, все, понятно. Ну хорошо, расскажите, как вообще? Почему на татуировке нет краски? Потому что... Еще рано мы пришли. Просто там на утрат уже они, мне кажется, накрашивают. Я только-только начал. А, так, почему так поздно? Потому что куда спешить? Я всем фору даю просто обычно. А, молодец. Вот это тебе нравится, амбициозенько. Так что вот. Так, хорошо, как красотку получили такую? Ну, понятно. Про клиентку тоже речь, конечно же. Но и про искусство. Как получили? В Пинтересте? Да. Нашли и все. А, и вы взяли ее как образец? Да. А почему вот все, кто выщут в Пинтересте, не делают такие работы, как вы? Потому что не умеют делать, как я. Ага. Продолжайте. В чем секрет? На самом деле ни в чем. Так. Секрет весь в художке, на самом деле. Главное уметь рисовать. Вот и все. Серьезно? Да. Ту-мастеру, который в Пинтересте и эскизы ищет? Именно уметь рисовать. Так. И как это сделать? Это можно за три дня и сто тысяч получить? За три дня, конечно, не получится. За три месяца примерно можно научиться. Вот уже какие-то есть. Давайте три шага для того, чтобы стать Ильей Фоминых. Изучайте академический рисунок, колористику, композицию и все. А на мочке кататься? Тоже, кстати, да. Это важно. Он, кстати, грозился меня покатать, но я испуглила. Это самое важное. Так, ну что, реалисты не спешат никуда, да? Традиционщики там уже заканчиваются. Зачем торопиться? Правильно, люди преисполнились. Торопиться не надо. Так. Хорошо, кто выиграет? Дружба. Так, подождите, нам тут другую информацию давали. Да. Ну ты из дома, я помню. Так, а кто кому вызов бросил, напомните? Ну, они с Андрюхой Илюхой батлились, а я им, короче, я вклинился. Так и быть, я с вами посоревнуюсь. Ну, не так и быть, а я нифига себе, я тоже хочу. Вот, вот это классно. Хорошо, что мы делаем? Тоже из Пинтереста картинку? Как и Илья, он сказал так. Не, ну, все мы оттуда берем, да. Но только, ну, заработками она была обрезана, я дорисовывал вот это все. Получается, вы тоже рисовать умеете? А как же, блядь? Вот это шок-контент. Он говорил другое. Илюха, ну ладно, что ты. Хорошо, думаете, успеете до вечера? Конечно. Вы как терпите? Отлично. Думаете, так же будете говорить к вечеру? Нет. У нас выбора нет, будем успевать. Я просто буду молчать и плакать. Нет, на самом деле он технически-то несложный, а просто, короче, нормально. Просто надо сделать. Да, да. Надо рассказать, как проходят судейства на этой битве. Смысл в том, что голосуют все участники, все татуировщики, которые есть на мероприятии. Их там больше 200 человек. Есть общий час, есть без имен мастеров, есть цифры работ. И ты голосуешь в чате. Таким образом, выбирает не как обычно судейская коллегия, которая может там, ну, как все говорят, быть предвзято. Тут выбирают именно участники, которые собрались на данном мероприятии. Давайте пройдемте оволэтеринг, посмотрим, что у нас происходит. Ну, расскажите, вы что делаете? Ну, это за одинаковое слово характер на голени. Но немножко оставляем здесь пасхалочек, чтобы было не так скучно прям. Не как скучно, как у кого? Ну, типа просто характер, типа. Ну, что-то, когда интересная идея какая-то есть, мне кажется, это еще больше, ну, дает ценности, наверное, татуировки на сети. Хорошо, как вы думаете, кто из вас двоих выиграет? Да, главное, кто... Проиграет, правильно? Нет. Главное, получить классные эмоции и хорошую татуировку получить. Моя мама, главное, участие. Все, нормально. Нужно выкладываться на все сто процентов. Ну, мы слушаем маму. Да. Правильно, так. Расскажите про свою работу. Мы с Никитой делаем слово характер, выбрали. Ну, и то же слово, чтобы показать свой характер со своей ритмикой, своей стилистикой. Все. Еще какие-нибудь подробности, как рисовали фрихендом, был заранее подготовленный? Да, фрихенд. Фрихенд, это был фрихенд, да. Вот, маркер еще остался. Ага. Вот докопаются до тебя, скажут, хочу видеть заранее. Или ты всегда говоришь, что я хочу... Нет, я не работаю, я не тружусь так, как мне говорит клиент, как бы. Он же ко мне приходит за моей работой. Не обсуждается, как бы все происходит на полном доверии. Хорошо, какой кента нашли для этой работы? Мне сам парень вот написал. Просто так получилось, он хотел на сессию записаться, а я ехал, как бы, вот. В этом месяце на конвенцию, да, он просто заранее записал. Хорошо, как думаете, кто из вас двоих выиграет? Я не знаю. Победители не судят, как бы, я не знаю. Особенно, если это буду я. Мне без разницы, кто победит из нас. Это же тупо для социализации мы тут собрались. Класс. А кто из... А вообще, почему вот во всех номинациях, я обратила внимание, был третий человек, кто? Ну, как мне кажется, по-моему, во всех было. А у вас, да, у вас почему-то не нашлись. Я не знаю, вы Нимшевичу задайте этот вопрос, он здесь. Он куда-то теряется. Ну, ладно, мы его докопаем. По вопросам, может быть, да. Все, ладно, идем искать Нимшевича, удачи вам. Мы тут пришли к женщине красивой. Женщина вчера сидела на троне. Расскажи, как все прошло? Вот вчера человек участвовал в... В чем вы вчера батлились? Значит, унесу топора и Дэнс Тарабл батл между собой в ЧБ реализме портрет. Я сделаю вызов в фото. Так, и как ты решилась против топора? Легко. Я, наоборот, хотела очень против топора побатлиться. Так, и вы шли просто ноздря в ноздрю? Нет, сначала батлился Дэн с топором и выиграл Дэн. И я потом с Дэном батлилась. И мы шли ноздря в ноздрю. Дэн меня обошел, там, то ли на один, мне говорят, то ли на один голос, то ли на пять голосов. Вот, то есть Дэн выиграл. И потом они такие, ну, ведущие сказали и организаторы, что вот разрыв очень маленький, поэтому мы тебя тоже награждаем. Ну, это правда, потому что я следила, я же тоже голосовала, и поэтому я видела, что разрыв просто тут 49-50%, и вот так вот все прыгало, так что... Типа, вкусовщина, сложно выбирать, наверное. Они действительно сильно разные, мне кажется. Если бы вы, кстати, с Дэном соревновались, наверное, ой, подожди, с топором, да. Если бы вы с топором, да, что там было бы, конечно, уже такое напряженное. Хорошо, ты болеешь за своего мужчину? Само. Или пусть он сам там как-то разберется? Само с собой. Хорошо, ну, ты думаешь, он в игре? Да. А что мы будем делать, если не он, мы их всех куда-то... что мы с ними будем делать, с его соперниками? Если он не выиграет, значит, ребят ничего не понимают. Да нет, на самом деле это все вкусовщина. Я вот последнее время езжу, и очень много талантливых ребят бороться очень сложно. Вот на Воронеже тоже было очень сложно. Бест оф шоу делать, очень много талантливых ребят, талантливых работ. То есть они все качественные, они все классные по дизайну, они просто, блин, разные. И, типа, тут уже зависит от вкуса людей. Эх, двигается индустрия, особенно тяжело Дане, опять же-таки. Вернемся к вопросу, непонятно, где ему участвовать, в какой номинации. Да, я вообще... Такой талантливый парень пропадает. Я такая, я такая, япония, не вот раз, что я? Кто ты? Давай в реализм уже. Мэйби, мэйби так. Класс. Да мы уже все вместе делали эскиз с учетом пожеланий как бы аудитории, потому что... Я считаю, например, у Дани темноватые работы, то есть они, когда проседают, смотрятся офигенно. А вот когда свежие, и поэтому у Дани в этот раз много белых кусков кожи, например. А, то есть решил все-таки, чтобы... Ну, кстати, мне кажется, это интересная тема, что ты же можешь под партнера, да, ну, как бы, понимать. Мы прислушиваемся, да, друг к другу. О, ну вы пузьки. Ну все, ладно, желаем вам всем удачи. Мы пошли дальше двигаться, смотреть, что происходит. Хорошего дня. Все, чмок. Здравствуйте. Ну, расскажите, вчера в какой номинации участвовали? Может, с кем я билась? С кем я билась и в каком стиле? Я билась с Александром Чусевым. Мы работали в стиле Нью-Склуб, делали кочки. А что за вчера был какой-то сголом? Все делали кочки. Я простила внимание, что не только вы, а еще и микро-миниатюрки. Это возможно случайность, а в целом оппоненты должны выбрать одно местное нанесение и одну тематику для того, чтобы все посмотрели, как разного стирая по-разному справляются с одинаковыми задачами. Ну и как, было сложнее, чем просто на конвенте, когда ты в Best of Day участвуешь, когда тебе надо не со всеми, ты даже не знаешь, с кем, а с конкретными людьми соревноваться? Да, очень-очень сложно психологически. Вот, а в целом, ну да, было очень сложно, потому что я примерно понимала в каком направлении, как примерно можно нарисовать Саше. И от этого мне все мои идеи казались очень удачными и достаточно яркими, эффектными. Ну, в итоге, вон, мальчика впечатлили, как в своей работе. Я голосовал. Болел за нас. Все говорят, что за меня голосовали. Напишите, кто против меня голосовал. Это боты, точно, Собянинские. Все куплено. Все куплено, даже тут. Хорошо, ну, на самом деле, а кто у вас третий-то был? А, была я. А, была Синицына, да. Так, она как вписалась. Как она решилась бросить вызову, Дэти? Я не знаю, но она молодец. Молодец, что решилась? В случае, да. Ну, круто. Хорошо. Ладно, мы пошли дальше на разведку. Спасибо. Пожалуйста. Баскет, ату. Как и положено на всех ату мероприятиях, конечно же, у нас представлены работы художественных наших прекрасных мастеров. С этой стороны у нас висят эскизы и дальше уже картины. Кто-то пишет маслом, кто-то акрилом. Мы сейчас все это дело с вами посмотрим. На самом деле, вся эта съемка в этом балке затеяна ради одной главной мыслию. Трактор не сахар. Уже продай мне картину сколько можно. Пожалуйста. Вот эту. Сейчас мы с вами находимся в алекторий номер два. Он был в этом воздухе. Это потрясающе. Это значит, что есть чем лышать. Здесь у нас проходят лекции разных спикеров. И я сегодня буду здесь три часа тоже обещать про то, как найти свою аудиторию, как ее влюбить в себя. Под названием будет у меня лекция «Мои люди всегда со мной». Пойдем в алекторию номер один и смотрим с фото. А здесь на ладошке приютился мэтр тату индустрии Паша Ангел. И он дает лекцию по рисованию в арт-лектории. Пойдемте тоже посмотрим, что там происходит. Мы нашли главного участника этого фестиваля. Ну, он стесняется. Так, здравствуйте. Мы к вам пришли интересоваться фестивалем. Как вообще ситуация? Ситуация фурчащая. Ну и что, как вам эти страшные татуировщики непонятные? Ой, все, нравится, нравится. Скажи, меня все гладят. Да, кстати, мы нашли этого прекрасного котейча на семинарии по отбеливателю. Ходили слухи, что его тоже собираются расписать, но мы не дали. Как вы поняли, мы его отвоевали. И пойдемте сейчас посмотрим, что там происходит на этом мастер-классе. Танцуй брейк, Лена. А? Сикс степ. Что? Сикс степ. Вот это вот? Да блин, у меня не крутятся так пятки. Так, давайте выясним, что здесь происходит. Мы рисуем до места со мной в футболках. И как вам процесс? Очень медитативно и увлекательно. Хорошо, когда вы использовали до места в своей жизни в последний раз? Наверное, пару раз. Очень давно. Зачем иначе женщины нужны, правильно? Ну. Кто будет этим до места? Хорошо, так, идеи для стартапа, давайте, рассказывайте, какие у вас? Ну, мы с Романом сейчас вот через месяц, наверное, будем делать уже крутую одежду и бросаем татуировки. Хорошо, так, мы идем к Роману. Так, Роман, расскажите, почему вы решили бросить татуировку? У нас был сенсационный выпуск. Татуировщики бросают татуировки и начинают заниматься одеждой. Ну, потому что рисовать прикольнее. Ну, потому что никто не ноет вот это вот. Да, 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 типа берешь до места, до места не ноет. И вообще футболки не ноют, ты рисуешь. Вот эти правки не нужны бесконечные. Да, да, кайфу еще захотел, нарисовал. Люди поносили, выкинули, потом принесли нам денежки за новые футболки. А мы уже раз, все сделали. Хорошо, а как мы можем сделать так, чтобы люди все равно денежки приносили нам за новые татуировки? Искусственно состаривать, как можно татуировки? Я даже не знаю, об асфальте речь? Об трубу этого мотоцикла мне вчера говорили. Ну, да, 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 на ногах. Чтобы они активно выгорали татуировки, надо отправлять клиентов в отпуск, чтобы они их прожаривали хорошенько, а потом приходили на перекрас. Красиво. Хорошо. С серым цветом, с белым желательно. Хорошо, мы будем делать мерч? Конечно, обязательно. С носков? И носков, и отбеливателей. Я так понимаю. О, давайте лучше отбеливатели сделаем. Да, тату-отбеливатель. Блин, между прочим, мы сейчас все вместе изобрели и старение татуировок, потому что если татуировку регулярно заливать до места, ее тоже можно старить. Да. И ходить на коррекцию. Получается так. А вот, кстати, у меня тут появилась теория, что всякие такие супер прозрачные теневые файнлайн тату, это как раз новый вариант временных татуировок, которые типа все ждали вот на год, на два. И еще можно приходить, да, приходить, показывать пустую кожу и говорить, вообще-то татуировка была, вообще там, микро-супер-реализм. И вот, пожалуйста. Главное, что она есть, я ее для себя сделала. Да, да, там они были. Хорошо, вы знаете, как делать укладку на носки? Прикольно, да? Укладку? Укладку волос на носки? Блин, нет. А вот мы спросим у нашей Ани. Она делает укладку на носки? Она сегодня спала с носками в голове, это было эффектно. Вау, а как? Вот, я предлагаю сделать отдельный. Давай, давай, да, да. У нас будет своя женская вечеринка. Я ее посмотрю, естественно, обязательно. Расскажи, пожалуйста, как это работает? По принципу, негативные картинки, то есть нужно светлое делать, не красить, а... Нет, темное не красить, светлое получается красить. Негативные трубы. И получается сам отбеливатель, он немножко выжигает ткань, тем самым повыняется в рисунок. Ну и чем больше, тем сильнее. Таким образом, мы получаем всякие такие интересные эффекты. Прикольно, мне нравится. А тебе было такое в детстве, что ты бац, капнула на отбеливатель, на какую-то вещь, и все, мать говорит, испортила. А тут? Ну, тут теперь это художественный смысл. Если бы мы об этом знали в детстве, я думаю, что можно было как минимум спастись мою жопу от ремня. Так, тут у нас Ник Викант рассказывает про срань, которая создает эффект объема. Давайте поподробнее. Так, человек, который организовал мастер-класс, точнее, главное лицо, правильно? Да, все правильно. Расскажите, как вы попали на это маргинальное мероприятие? Ну, слушай, я давно уже слежу за татуировкой. Я, кстати, смотрел твой канал довольно долго. Я набил три портака примерно. Это благодаря моему каналу, надеюсь? Конечно. Вот, пока жил в Казахстане, учился в татуировке. А, людям, я думала себе. Такой классный канал три портака себе сделал. Не-не-не. Вот, и получается, что я долгое время занимался каллиграфией. И потом, в какой-то момент у меня, я переехал из России, это было два года назад. У меня закончились деньги, мне нужно было что-то придумывать. И чтобы еще отправлять желательно по всему миру и получать деньги. Стратегический мозг. Да, приходилось думать, когда деньги заканчиваются, очень хорошо. Очень хорошо приходится думать. Вот, и получилось, что я снял видео, оно залетело. Люди начали обращаться, заказывать. И вот я уже полтора года, в принципе, этим плотно занимаюсь. И достиг некоторых результатов. Красиво звучит. Хорошо. Сколько одно изделие делается? Примерно. На самом деле, я могу его сделать и за день. Зависит от сложности рисунка. То есть, например, там есть худи с Гриффиндором. Я его делал, наверное, дня два или три. Ну так, типа, часов по шесть, по восемь в свободном режиме. Но с новыми принтами сложнее. То есть, когда ты придумываешь новую штуку, ты такой вот здесь можешь добавить. Тут убрать. Ну, короче. А вот что значит новое? То есть, ты все время придумываешь что-то новое? Или ты все-таки стараюсь? Стараюсь. У меня есть повторяющиеся штуки. Это вот для людей, которые я хочу, чтобы было как на картинке. Я одно время делал, короче, чисто скелет. Ну, вот такой, каллиграфический, да. Вот. И он прям, я его сделал штук пятьдесят. Сейчас я его вообще не делал, потому что меня страшно заебал. Вот. И получается, что, ну, в зависимости от того, человек с чем приходит, он мне говорит идею, ну, как с татуировкой. То есть, он к тебе приходит с идеей, ты ему что-то такой, давай вот так, вот так, вот так. Делаешь эскизы, он такой, все, класс, давай делаем. Слушай, а ты думал, кто твоя аудитория? Кто вот эти люди, которые такие, да хочу до места сам, как жахнуть? Слушай, ну, просто, наверное, люди, которые ценят ручной труд, потому что... Расскажи, где? Вот сейчас все татуировщики такие, что люди? Так. Да, вот потому что я... У меня просто большая часть аудитории это США, Европа, и я рассылаю по миру. То есть, правда, что я, поскольку не говорила с мастерами, типа, у нас искусство и там какой-то ручные там творения, давай так назовем, они хуже гораздо расходятся, никому не нужны, а там они все-таки как-то ценят. Почему? Им дешевле это получается, то есть, если ты, опять же, за татуировкой придешь где-нибудь в LA, то у тебя там ценник будет, ну, я не знаю, сколько там, 3000 долларов, может быть, больше. И получается, что там для них это не так дорого. То есть, если здесь я назначаю цену, это там 500 долларов, это там 45 тысяч, то для них это так, ну, типа, нормально, окей. Хорошо, какой срок годности у изделия? Меня тут кто-то спросил, а будет ли закрепление? Но мне кажется, как будто бы не нужно до места закрепления. Там, короче, нужно нейтрализовать его в конце, когда закончил. И, ну, базово, если у тебя хорошее качественное изделие, то даже спустя, там, много итераций стирки, ни хрена ему не будет. Хорошо, а почему к хлопок? Именно хлопок подходит? Там вопрос в красителе всегда, то есть, это может быть джинса, это может быть лен, но если у тебя нормальный краситель, и он нормально взаимодействует с доместоцем, с отбеливателем, с гипохлоридом натрия, который там в составе. Познавательная рубрика. Да, то все окей будет. Прикольно. Просто, ну, шелк, как бы. Шелк тоже работает. А он, наверное, это, нет? Вот, я не пробовал, очень хочу попробовать, что-то как-то все руки не доходят. Да что, это как-то дорого, этот шелк еще где-то искать, все правильно. Так, как у нас дела? Отлично, великолепно, чудесно, я счастлив, что я тут. Я счастлив, что я жив после вчерашней вечеринки. Абсолютно верно. Так, ну, нужны подробности. Я смотрю, здесь череп, тоже масонский глаз. Да, естественно. Короче, тут ручки не могут просто сделать, вот как сказали, да? Им надо вот обязательно... Не надо просто делать, как надо сделать. Да, просто надо обязательно какую-то узнать. А я за этим и пришел. Я ему сразу написал, я хочу майку разукрасить. Он такой, хорошо, все. Я пришел и разукрашиваю майку, соответственно. Я еще год назад заметил, когда он только начал этим заниматься, то, что круто делает. То есть, я его знаю как Степа, поэтому, когда он изменился так... А, то есть он не Ник? Вот я, кстати, когда мне сказали Ник Викона, я думаю, кто это? Я не понял даже. Тут нужно больше подробностей. Так, и как вы в каллиграфии-то пошпали? Я не знаю, он изначально рисовал. Он с детства, мне кажется, каллиграфией занимается. Вот, в ноль лет буквально. А я просто рисовал. И он меня, на самом деле, вдохновил даже немножко на это дело, потому что я вижу, блин, круто рисует. Очень, не знаю, годы тренировок у слона я вижу. Я тоже так хочу, но я нет. Я столько не рисую, у меня не получается. Поэтому я старался, я тренировался, ходил на разные курсы, все вот это вот. И результат есть. То есть, всегда нужно смотреть за теми людьми, кто тебя вдохновляет на что-то. И, соответственно, с этого уже вдохновляться, пробовать делать. И все будет получаться. Главное, чтобы было немножко смелости, храбрости и все. А как там это? Упорство. Жизнь одна, кайфуй? Конечно. Факт. Баскет, ату. Я тебя распакую, я тебя разогрею, горлом маслом смажу. Я тебя сниму, я тебя спродюсирую, я тебе бла-бла-бла. Субтитры сделал DimaTorzok Кайфуй, я не буду так орать сейчас микрофон. Хотя бла-бла-бла. Баскет, ату. Друзья, вот мы и посетили образовательное, культурное мероприятие для татуировщиков под названием Королевская тату-битва. Мы с вами посмотрели, как мастера общаются, учатся, татуируют, рисуют. В общем, все, что могут делать тату-мастера, они делали здесь все. Ну, а как мы понимаем, корона будет у меня. Упала. Ну, а с вами была Елена Баски. Не забудьте о том, что каждый ваш лайк, каждый комментарий важен для нашего канала, особенно в это время. Если вы потеряли нас, то мы есть, конечно же, на ВКшечке в отдельном сообществе Баски о тату. И теперь это сообщество, это официальное сообщество канала. Там мы будем не только публиковать видео, но и всякие интересные тату-новости. Безупречно. А теперь разгибаем меня.